Друзья, заезжаем в Краматорск. Руслан пока за рулем, пока даем ему ехать. Андрей Петрович и я в бронежилетах находимся, потому что тут же как бы надо и о безопасности подумать. Заедем в Краматорск, посетим церковь, которую мы много раз посещали, много помогали. Руслан, какая центральная церковь, да? Да, на улице Красноярской. Туда тоже везем частично груз, ну а потом на Славянск. Так что поездка такая полноценная, дай бог, чтобы все было безопасно и все хорошо. Так, Аллочка, иди сюда. Вот так вот раскрывается. Вот так. От солнечных батареек также можно заряжать и проводами. Вот есть. Спасибо. Ой, спасибо. Спасибо. Ну, слава богу, да. Замечательно. Можете включать, потому что все равно. Краматорск. Света включен. Немножко мы призанесли. Как ночник цветился для ребенка. В смысле еще? Да, один. Сейчас, сейчас. Да, да, сейчас два слоя. Ну, именно на умницу, ребят. Не, ну, просто у меня один ребят. Ну что, покидаем растепленный Краматорск, церковь. Завезли сюда немножко муки. Кстати, совершенно не планировали здесь оставлять фонарики от сумки самарина. Но, но проблема. Свет вырубили здесь, в Краматорске. В подмех. С какими-то лампочками сестры ходят. Поэтому решили благословить их несколькими фонариками. И таким образом помогли. Краматорск. Выезжаем на Славянск. На Славянск. В Краматорске имели хорошее общение с верующими. Передали муки, там хлеба, какие-то фонарики. Вырубили свет, там вообще было темно. Поэтому как раз в тему были фонарики. Тут 15 километров до Славянска. Будем посещать церковь Славянскую. Ну, как бы, все. Немножко поубавилось у нас продуктов. Но, тем не менее, тем не менее, еще есть что везти. Друзья, одно из того, что очень просят люди, которые живут на Востоке, это теплые вещи. Зима наступает. Женские колготки теплые. Теплые. Андрей, сколько тут у нас? 50 пар, 200 носков, 50 перчаток. Днепропетровцы, Диаспора. Спасибо большое. Как бы, вот те средства, которые вы даете. Мы благословляем тех людей, которые нуждаются. Вот город Славянск и окрестности. Это не только в городе. И в окрестностях брат служит, трудится. Поэтому вот сегодня многим людям будет теплее, потому что Господь благословил. Очень благодарны, что мы с вами сотрудничаем. Вот. Та помощь, которая была от вас получена, в принципе, это очень необходимо. Это у вас славянская церковь, центральная церковь. Нет, это славянская церковь. Вот прям, прям в бахвары прилетают снаряды, да, и вот. Вот влезла дорога рядом. Вот, ага. Смотрите. Вороночки. Ну, тут сейчас водой залитая, потому что тут подпочивные воды. Вон дочки. Да, да лучше бы вода не прилетала. Даже какой-то металл, да, вот интересный. Это сплавы. Какие-то сплавы такие, да. Вот это если оно летит, оно все на себе как... Сталь, ну, что очень тяжелое, а есть полезно. Да, это ужасная убойная сила. Это что-то так летит, непонятно как. Дай бог таких подарков не получать. Но летает вот во дворы людей. Тут разнесло кое-что, да, и что. Да, ну, пусть бог или нет. Мы в своем доме собирались с первого дня, ну, вот, вначале верующие, а потом, вот, почему неверующие к ним? Мы, неверующие приходят, говорят, а где нам помолиться? Говорят, ну, идите, вот туда 45 минут в одну сторону до молитвы, а потом 45 минут в другую сторону. Да. А люди говорят, война у нас, страшно, мы не пойдем туда. Честное благовестие. А потом, мы, знаешь, мы стали с женой, думаю, а что же нам делать? Говорят, вы хотите к нам помолиться? Ну, вот тоже, последствия обстрелов, это Краматорск, Краматорск. Был прилет по промышленному объекту, просто, ну, видите, все, хлам, где-то какие-то там остатки есть. Да, вот, вот так вот, вот, ага, так что, ну, слава богу, пока мы здесь, обстрелы, ну, что-то бахкало, но не так, чтобы сильно, поэтому, слава богу, божья защита и охрана есть одна. А потом, на следующий день, приходит человек, включает калитку, я выхожу, он говорит, скажите, а где здесь церковь, здесь, где здесь проходят богослужения? А я стал, думаю, ну, какую церковь спрашивают, какие богослужения? А потом думаю, ну, приходи к нам, у нас церковь. Слава богу, божья, нет, границ. Вы знаете, мы заметили вообще, что за это время, вот, бог нам дает, вначале привозили продукты, вначале Тимофей привез продукты, потом вот, Сергей Владимирович передал нам памперсы, тоже, мы привезли памперсы, мы смотрим на них, Женой приглядываемся, а кому они нужны здесь памперсы, на следующий день появились люди, которые начали нас управлять, вы знаете, вот, если вам что-то привозят, то мы уже ждем, думаем, что будет дальше, вы сказали, что вы привезли хлеба, Мы уже думаем, подожди, вот, пойдем, а жена успокаивает, А ваш хлеб продается нормально, что здесь? Хлеб продается, но цена на него, 25-30 гривен буханка, да, а тут свежие, класс, лавиньи. Находимся в Славянске, пастор Владимир привезли памперсы, ну, тоже, вначале, да, казалось, что не нужны, а сейчас люди приходят и просят памперсы. Да, мы благодарим Днепропетровскую диаспору за то, что дали средства, мы смогли приобрести, и все это пойдет тем людям, которые очень сильно нуждаются в этом, так что, большая благодарность Днепропетровцам, слава богу, бог действует. Спасибо большое, пусть бог благословит вас, потому что это действительно то, что сегодня нужно, мы не просим того, что люди, в чем люди не нуждаются, поэтому пусть бог благословит вас, спасибо. Проезжаем Славянск, тут были обстрелы, и можно побачить разбомбленные хаты, дома, которые повреждены, вот тоже, вот смотрите, дом нуждается в помощи людям, вот смотрите, вот вообще тут все побито, все побито, были прилеты, вот не везде, не везде, но кое-где, кое-где имеет место быть, вот Андрей Петрович за рулем, то Руслан там заду где-то свой блог записывает, а мы вот видим, к сожалению, наследки вида, я вам покажусь, дай бог вырву. Также лекарства, кое-какие привезли, Кута Муслис, тоже повесовал, да, тоже есть лекарства, сотрудничество с разными организациями, также партнерсов привезли, карематы, везли фонарики, но в Краматорске у нас их почти все забрали, не, не все, мы вам тоже привезли фонарики, отсутки самаринента, там такие классные, свет отключает немножко. Бывает, да. А мы заехали в Краматорскую церковь, это вообще вырублен свет, ну мы дали несколько штучек, остальное вам. Так что вот так вот, да, рады сотрудничеству. Слава Богу. Блаз Лави Господь. И у нас сейчас где-то 25 человек приходят не верующих, каждого святения, и выносили еще по четвертам изучение Библии, тоже 5-6 человек приходят. Слава Богу, есть уже две женщины покаялись, сын мой власти тоже помогает нам в служении, и он покаялся в 13 лет. Да, ты шел. Слава Богу. Слава Богу.